При поддержке ПРООН Шахрисапсе открылся визит-центр Гессарского заповедника, рассказывающий о диких животных и тематиках заповедника, об угрозах, с которыми сталкивается дикая природа. Большая часть совместной работы направлена на экологическое образование населения. Репортаж с места события. Гессарский государственный заповедник – это уникальный памятник природы. На его территории более 8 тысяч гектаров, насчитывается более полутора тысяч беспозвоночных и около тысячи видов растений. Здесь также находится пик Хазратисултана, одна из самых высоких точек Узбекистана. На высоте свыше 4300 метров над уровнем моря находятся высокогорные плато Ходжак, Куршавор, Турткуйлик и Бибиолмаз. Для сохранения биоразнообразия и обеспечения гармоничного сосуществования человека и природы реализуются комплексные меры. Еще один важный шаг в этом направлении – открытие в горной зоне Шахрисапского района визит Центра Гессарского государственного горно-орчевого заповедника. Это консолидированные действия ПРООН, Глобального экологического фонда и Государственного комитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. В рамках осуществления проекта устойчивое использование природных ресурсов и управления лесами в ключевых горных регионах, важных для глобально значимого биоразнообразия. Через новые платформы по обмену знаниями информации, инновационные экспонаты, публикации, дискуссий с местными сообществами и особенно детьми визит Центр сможет сформировать более полное понимание значимости экосистем Гессарского заповедника, которые являются важным источником кислорода, чистой воды и воздуха, а также необходимости контроля популяции насекомых, процессов опыления, переработки источных вод и других природных процессов. Современные технологии и тщательно подобранные экспонаты позволят посетителям визит Центра повысить свою экологическую осведомленность, осознать важность бережного отношения и сохранения биоразнообразия и природных ресурсов. Здесь также созданы условия для наблюдения за природными процессами, изучения исчезающих видов флоры и фауны уникальной территории. Программы развития ООН, Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды передан беспилотный летательный аппарат для изучения растительности, ведения учета животных и фиксации нарушений. А также автомобиль, оснащенный всем необходимым оборудованием для сбора и анализа данных.